Так, приветики всем. Приветики, приветики. Чего, никого нету и я вас не вижу. Так, привет всем друзьям. Так, мы в эфире вообще или нет? Сейчас буду вас искать. Нет. Так, никого я не вижу. Ага, ну вот, кого-то я увидела. Приветики всем. Так, не вижу никого, друзья. Напишите, отзовитесь, кто здесь есть. Кто-нибудь со мной разговаривает, нет? Или я сама с тобой общаюсь? Привет всем. Так, мы ждем, пока соберемся. И начнем общаться. Тысячу лет не была в эфире. Друзья, уже почти забыла, как это все делается. Отзовитесь, пожалуйста, кто-нибудь смотрит или я одна здесь. Пять человек. Всем приветики, кто присоединялся. Привет, привет. Лена, привет. Ираида, приветик. Ираида, сто лет тебя. Не видела, не общались в прямом эфире. Привет, девчата. Ой, приятно вас всех видеть. Поболтаем, поговорим. Рассказывайте, что у вас творится, какие у вас новости. Слушайте, везде такая жара. Мы как будто живем на другой планете. Я не знаю. Холодрыга. Ветрище. Это вообще капец. Что, где, где мы находимся. У нас холодно. У нас 13 градусов. Это что-то. И ветер. А из-за ветра вообще, как будто бы, наверное, все минус. Девочки, присоединяйтесь, присоединяйтесь. Я надеюсь, новые подписчики присоединятся. Танечка, привет. Таня, привет. У нас 11, Екатеринбург. Ничего себе, у вас еще холоднее, чем у нас. А я думала, мы на другой планете живем. Я позвонила самой домой с мамой, разговаривала недавно. И Жанна, вот моя Жанна, Джованна из Италии. Она сейчас дома находится. Там говорит, ой, похолодало. Говорит, только 30 градусов. Представляете, похолодало. 40 градусов было у нас дома. Жара невозможная. Мне кажется, в такую жару невозможно не выйти никуда, ничего. А у нас еще дома вообще, ну, как-то не очень популярны эти кондиционеры. Вообще, что-то сахар осыпал. Вот. И это самое, вообще невозможно. Очень жарко. Ну, что у вас? Какие новости, друзья? Ну, что, какие у меня новости? Болит у меня спина. Все, получше сейчас стало. Но не могла выйти в эфир, девчата, потому что не могла сидеть. Представляете? Ну, все нормально. Сидеть не могу. Наклониться не могу. Ходить могу. Стоять тоже могу. А вот наклониться... Помните, был такой анекдот? Наклонилась и думала, что бы еще поделать сразу? Что бы еще сделать, пока не разогнулась? У нас тоже холодно. Что такое-то? А я думаю, жарко везде, мы одни мерзнем. Холодно у вас сколько, Тань? Таня, ты у меня где? Я забыла, Тань. Ничего себе. Пиздец, я холодно. Ну, ладно, тогда мне понятно, что почему у нас тоже холодно. У нас все ли это так было? Ну, что, девчонки. Короче, вот так вот. Болела у меня спина. Не могла я сидеть, поэтому не могла я... Двенадцать, да. Поэтому не могла я это делать. Не могла я стримы делать. Не могла я сидеть. Мне приходилось либо лежать вот так, вообще вот прям ровненько, либо стоять. Вот так вот я и работала все стоя и в пути. Ну, вот. Что еще у меня новенького? На море мы собираемся, наконец-то. Мы сто лет не были на море. На море хотим поехать всей с семьей. Пупсеныша своего тоже взять. Ой, не знаю, как он в самолете. Он такой смешной. Говорит, поеду в отпуск на самолете. Ну, посмотрим, как он полетит у нас на самолете. Вот. Потом к маме, надеюсь, съездить тоже в отпуск. Может быть, чуть-чуть билеты подешевеют. Слушайте, билеты вообще запредельные. В Санкт-Петербург. Вот летала одна из моих подписчиц из Дублина в Санкт-Петербург через Турцию. Ну, вообще, через Северный полюс. Даже не спросила у него, сколько билеты стоят. Но примерно две тысячи от нас билеты стоят туда и обратно. Это только дорога. Так что ждем, когда подешевеют. Ну вот. Что у нас еще нового? Все. Больше у нас новостей никаких нет. На курсы записалась онлайн. Грустно мне было. Скучно. Не было баби хлопот. И купила она себе курсы онлайн. Так что вот такие дела. Учу английский язык онлайн. Еще. Хочу. Я прохожу курс для преподавания английского языка. Не знаю, буду я его преподавать или нет. Ну, как бы не повредит, как скажем. Вот так. Даня, 12 градусов. Так. 11 человек. Отзовитесь. Кто вы? Ну, что, девчонки. Что еще хотела вам рассказать? Хотела ответить вам на вопросы про хлеб и про закваску. Сейчас немножко соберется, народу отвечу. Потому что девчонки писали в комментариях. Я просто не могу очень долго отвечать. Не могу так сразу всем ответить. Напишите, пожалуйста, если все вы, если кто-то вот смотрит, Бело смотрите из Германии или Алла из Франции смотрите. Если вы здесь, то я вам расскажу. Кстати, девочки, все новые подписчики. Спасибо вам огромное, кто высказал такое доверие, подписался на канал. Почти тысячу, больше тысячи подписчиков за две недели подписалось. Но все мои, все мои девчонки, которые вы со мной давно, я вам вообще особо благодарна, потому что я вас вижу в комментариях. Вы приходите, пишете, но вы у меня лучшие. А для новых подписчиков скажу, у нас всего два правила на этом, на канале. Взаимовежливость и взаимопонимание. Взаимоуважение, точнее. Если кто-то хамит, грубит и пишет всякие гадости, я баню нещадно. У меня канал очень такой, знаете, Ира, привет. Да, потом посмотришь. Приветики, Танечка, привет. Ой, Галя, привет. Привет, девчонки. Приветики. Ага, Алла здесь. Сейчас я вам отвечу, Алла, на ваш вопрос. Вот. Это самое новеньким. Только, вот, пожалуйста, я баню только за хамство, за всякие такие, знаете, глупые такие комментарии. Иногда у меня залетают такие подростки, знаете, канал у нас очень солидный, скажем так. Все девочки взрослые, в смысле, по умственному развитию, не по возрасту. И, кстати, меня, знаете, за что отругали? Сказали, почему вы все время девочки, к девочкам обращаетесь? Оказывается, и мальчики есть. Только они почему-то никогда ничего не пишут, и поэтому я это самое, все время с девочками общаюсь. То есть мальчики, если есть, отзовитесь, пожалуйста. Вот. Ну что, девчонки, вот такие вот у нас новости. Хлеб. Слушайте, этот рецепт очень понравился многим. Ну, я там комментарии читала, девчонки, я просто умирала со смеху. Такие вот есть комментарии, да, я даже не знала, как на них ответить. Пишут это самое. Мы, естественно, девочки. Конечно, мы девочки, мы всегда девочки. Вы знаете, вот я уже рассказывала в каком-то комментарии, да, в каком-то или прямом эфире. У меня мама, я помню, вот давно-давно, я еще, наверное, была в школьнице, мама, когда рассказывала про своих одноклассников или одноклассников, она всегда говорила, ну, вот этот парень, вот этот парень, вот эта девчонка там, я всегда думала, думаю, какой парень, какая девчонка, ему уже сто лет в обед, а ему было-то по сорок лет. А сейчас я, когда про своих говорю, мне тоже кажется, ну, уж девчонки еще совсем прям. Вот. Да, про комментарии хочу сказать. Девчонки, комментарии, я прямо умираю, пишут комментарии, значит. Два моих самых любимых. Первый. Ничего нового. Все как у всех. Вот я сидела и думала, думаю, ну, как мне на такой комментарий ответить? Девчата, ну, это рецепт хлеба. Хлеба. Он такой, как у всех. Миллионы людей делают хлеб. И миллионы людей делают хлеб по этому рецепту. Ну, какой он должен быть? А какой он еще должен быть? Или пишут вот второй комментарий. Ну, вы, может быть, их не видите, потому что у меня ссылки не проходят на канале. Второй любимый комментарий. Ой, вы все делаете точно так же, как у такой-то блогер. У вас кастрюля точно такая же, как у такого блогера. Я сижу и думаю, ну, у меня две руки, и у этого блогера две руки. Если я трогаю тесто, я его трогаю точно так же, как все остальные. Если я растягиваю, я делаю точно так же, как все остальные. И кастрюля у меня такая же, как у сына моего, например. Он купил на Амазоне себе и мне. И у тысячи людей других такая же кастрюля. Ну, прям вот знаете, ну, знаете, как комментарий? Такого, знаете, в таком тоне. Ой, прям ничего нового. Это все равно, что, знаете, я сейчас выставлю рецепт шарлотки. Три яйца, стакан сахара, стакан муки. И кто-нибудь напишет. Вот, вы стащили рецепт шарлотки у кого-то. Да вся Россия делает шарлотку по этому рецепту. Ну, в общем, ладно. Девчонки, глупости это самое. Кто пишет на позитивный? Остальных всех бан. Алла, точно, согласна, всех бан. Hello, Matthew. Matthew, is that Matthew or is that your wife from your page? How are you today? Да, это не Matthew, потому что пишет на английском с ошибками. Ну, ладно. Привет, Наташа. Поздравление с Болгарией. Спасибо большое. Наташа новенькая у нас, да, Наташа? Я смотрю девочки, вот новенькие, Алла, Наташа, там девочки у меня много новых. Можно на ты давайте обращаться? У нас нет на это самое, у нас нет в осетинском языке, нет обращения на вы. Поэтому я когда на вы разговариваю, я себя чувствую как в кабинете директора. Или как будто я директор, вы мои ученики. Или наоборот. My name, my name, my name, my name, Matthew. Welcome, Matthew. Glad to see you. Кстати, это важно иметь такую специальную кастрюлю. Они, конечно, дорогущие, но ведь не только в неделе, правда же? Алла, вот смотри, кастрюлю иметь необязательно. Я пекла в кастрюле, которую я купила в Aldi раньше. Я тебе сейчас покажу ее, кстати. Вот смотри. Вот, видишь, кастрюлька. Она уже у меня старая-престарая внутри. Но вот эту кастрюльку я купила в Aldi. Вот. И я в ней пекла хлеб. И в ней хлеб печется отлично. Главное, чтобы она была чугунная. Принцип выпечки в кастрюле или смысл выпечки в кастрюле в том, что когда вы плотно накрываете сильно горячую кастрюлю, да, тесто при выпечке выделяет немножко пара, немножко жидкость, ну, как бы жидкость испаряется из теста, и внутри создается такой эффект паровой бани. И за счет этой паровой бани тесто поднимается, раскрывается, и на нем образуется корочка. Вот в этом смысл выпечки в кастрюле. Кастрюлю вот эту большую, которую я вам показывала на видео, да, это мой сын купил. Он себе покупал и мне купил. Он у меня хорошо готовит и хорошо печет хлеб, поэтому как бы вот он купил. И окупили мы ее, потому что на ней, у нее на крышке нет вот этой штуки, вот, вот этой. То есть если в кастрюлю нужно хлеб ставить, вот, знаете как, на чем-то вот так вот прям ставить, да, вовнутрь хлеб, то вот в той кастрюле, да, я ее просто ставлю на низкую. Тесто ставлю на вот эту, на маленькую часть, намного удобнее. Вот только из-за этого мы купили вот эту кастрюлю. Можно выпекать этот хлеб на камне, да, то есть вот, знаете, камень для пиццы. Или даже плитку можно, ну, плитка потрескается, нужна специальная жароустойчивая, ну, это самое. Камень для пиццы, он продается тоже и в Лидл, бывает, и в Ауди, бывает. Девчонки, если кто-то печет хлеб, я вам советую вот лучше всего кастрюлю приобрести, потому что даже, можно даже не накрывать, если вы не хотите, а просто выпекать на одну, на крышке, допустим. Если вы покупаете камень для пиццы, то на нем тоже можно выпекать. Можно просто на камень выложить тесто, но вниз под этот камень нужно ставить тогда противень с водой или миску с водой, чтобы создавался вот этот паровой эффект. Тогда у вас на хлебе будет хорошая хрустящая корочка. Алла, вот я тебе хочу ответить на твой вопрос. Ты меня спрашивала про, почему у тебя плывет тесто. Вот, смотри, я, у меня тоже так часто получается, да, получалось, пока я не начала пользоваться специальной мукой вот этой вот белой. Я не знаю, как на французском она называется, не знаю, ты говоришь на английском или нет. На английском она называется strong flour. То есть в ней содержание белка 12,5%, по-моему, процентов или даже 13%. Если у вас во Франции есть мука итальянская для пиццы, возьми вот эту муку. Она намного лучше, чем вот просто простая мука, которую я, например, делаю, это самое пироги пеку, там для любой выпечки, для блинчиков использую. Вот чем больше содержание белка, тем лучше получается хлеб, тем более такой порист он получается, потому что в этой муке очень много клейковины. Она, знаете, ну клейковина это как это, вот я так вижу, я не пекарь, я не химик, я просто обыкновенный человек, я вижу эту клейковину как, знаете, как, как стру, это, как она называется, как решеточку, да, которая держит все тесто. Вот если мало клейковины, то оно и разваливается. Вот. Самое главное, это вот все-таки мука хорошая. Потом еще может, может тесто растекаться, да, вот плыть. Если, если это плохо замесило, если плохо замешивается тесто, то клейковина не развивается достаточно и не создается вот эта вот основная решетка. И тогда тесто тоже плывет. Сейчас почитаю. Я на муке белой-белой не хочу. Я хочу правильный хлеб из цельнозерновой муки. Вот да, на камне. Но у меня почему-то тесто жидковатое получается. Алла, оно у тебя получается сразу жидкое или потом уже плывет? Насколько я тебя поняла, оно сначала у тебя получается хорошее, а потом начинает плыть. Правильно? Добрый вечер. Зарикоша, привет. From England, привет. Привет, привет. Можно, можно. Да, да, да. Сейчас я девочке почитаю комментарии. Потом плывет. Вот смотри, потом из цельнозерновой муки ты не сделаешь такое тесто, как вот мой хлеб. В него обязательно нужно добавлять белую муку. И лучше всего из цельнозерновой или ржаной муки, если ты добавляешь, да, цельнозерновую или ржаную муку, лучше всего делать в форме тогда. Не вот так, как я делала. Не вот, потому что, знаешь как, в цельнозерновой очень мало вот этого вот клейковины, да. Ты ее даже не растянешь как следует. То есть вот ты замесила тесто, все. Там вот клейковины мало, она мало развивается. Лучше сделай тогда вот в простой форме, в прямоугольной форме и делай тогда вот такой хлеб. А вот такой вот, даже если ты его поставишь на расстойку в этом самое вот бане, да, вот этот вот в бамбуковой мисочке, да, то он все равно потом, когда ты его выложишь, он растечется. Ну, это просто такая мука. Вообще цельнозерновая, она еще хуже, чем ржаная мука в плане, в плане работы с ней. Я много, девчонки, сколько я всего перепекла всяких этих и хлеба. И вот, вот у тебя с жаной получается хорошо, а цельнозерновая, она еще тяжелее в работе. Смотри, что получается. В цельнозерновой очень много различных ферментов, потому что все эти ферменты, они содержатся в зародыши и в отрубях, да. А в цельнозерновой очень много вот этих частей зерна, поэтому вот эти ферменты, они очень активные, они разрушают белки. И даже если ты сразу тесто замесила, оно у тебя крутое, вот эти вот энзимы, да, ферменты, которые в цельнозерновой муке, они во время расстойки разрушают вот эту клейковину, белки разрушают. И оно у тебя потом плывет. Поэтому лучше всего делать его в форме, а не вот так вот, как артезианский хлеб. Поэтому у тебя, видишь, ржаной получается хорошо, а вот если добавить цельнозерновой, то в форме получается отлично. Зайди, вот у меня на канале есть этот плейлист, как он называется, рецепт домашнего хлеба, по-моему. Вот посмотри, там есть из цельнозерновой, 100% цельнозерновой есть хлеб. Ну, нормально получается, просто вот не такой. Фатимочка, привет, у меня третий заход, еще недовольна, но обязательно добьюсь. Фатима, а чем недовольна, скажи, раз уж мы здесь, мы пообщаемся, ну, если смогу только. Да, я посмотрю, посмотри, пожалуйста. Так, у меня вот есть подписчики, спрашивайте, девочки, пока я здесь. Кстати, Бела из Германии, откликнись, ты здесь Бела или нет? Вот, отвечу тебе, добрый вечер, Тамарочка, спасибо большое, спасибо. Щеки красные, девчонки. Вот кто-нибудь делает вот такие глупости? Взяла это самое, лицо поэталось, ну, умывалась этим, таким, знаете, скрабом. Прямо, не прямо перед эфиром, наверное, часа два-три, но все равно такое впечатление, что на лицо горит еще даже. Балда, Петровна, ну, бывает такое тоже. Ну, не знаю, вот смотри, Алла, если что, девочки, если вопросы какие-то есть, я не всегда… А, вот Белочка пришла, сейчас я тебе отвечу, сейчас тебе отвечу, Бела, на твой вопрос. Смотри, Алла, я быстрее увижу твой вопрос в Инстаграме, ссылка на мой Инстаграм есть на главной странице канала, да. Если какие-то вопросы, напиши в Инстаграме, я тебе там быстрее просто отвечу. Я не всегда вижу почему-то вопросы здесь, на ютубе, а там могу, это самое, вот Белочка, очень добро пожаловать, Бела, новая подписчица моя, смотри, Бела, давай на ты, да, смотри, Бела, ты меня спросила, сколько можно хранить закваску без подкормки, самое долгое, которое я хранила, было 5 недель, когда я уезжала в отпуск, у меня закваска простояла в холодильнике 5 недель, даже 6, по-моему, недель, пока я прилетела без подкормки, и она нормально у меня живет, и она до сих пор, вот у меня закваска ржаная, ей почти 4 года, это был один из первых рецептов на моем канале, а пшеничная закваска, она, это левита мадра, я ее делала на винограде, я точно не помню, 3 или 2 года ей, но это все та же у меня, это самая закваска, да, вот я им пользуюсь, смотри, Бела, если она, во-первых, вынь ее из холодильника и понюхай, да, если она пахнет у тебя гнилостным, вот гнилью, прям как мясо испорченное, да, то значит закваска уже негодная, в ней слишком много гнилостных бактерий, ее только выбросить, если она у тебя пахнет прям сильно кислым, да, то эту закваску можно спасти, вот смотри, что нужно, сейчас я покажу свою, посмотришь, интересно, у меня хорошо видно, они темно тут у нас вечер, вот смотри, Бела, вот у меня закваска, видишь ее сколько, да, вот если у тебя столько же примерно закваски, если у тебя есть место, где ей подняться, да, то ты ее просто вынь из холодильника, добавь в закваску 100 грамм воды и 100 грамм муки, да, хорошенечко размешай и оставь на ночь на кухне, ну в теплом месте, на кухне просто оставь, поставь мисочку на всякий случай, чтобы она у тебя не потекла, иначе потом ты запаришься отмывать ее, вот, на следующий день прям раздели всю закваску пополам, да, если она у тебя пахнет кислым, а не вот прям тухлым, вот, раздели пополам, на половине можешь сделать блинчики, а на другой половине, другую половину опять добавь в нее 100 грамм воды и 100 грамм муки, и хорошенечко опять перемешай, и оставь пока на, ну в теплом месте на кухне, и она у тебя потихонечку оживет. Вот, печь на ней, пока ты точно не убедишься, что в ней много пузырей, она хорошо поднимается, я тебе не советую, потому что вдруг, ну она еще не поднимет тебе тесто, просто испортишь и хлеб и тесто, вот, а блинчики на ней получаются просто суперские. Вот, 6 недель, 5-6 недель без всякого она хранится, и отлично она потом оживает, и хорошо на ней печь, единственное что, чтобы она не запахла, вот, если она пахнет, то ее можно спасти, но просто она уже, как бы, нездоровая. Кстати, если не хочешь сделать блинчики на ней, да, ты ее просто пополам разведи и обе половинки подкармливай, вот, когда она у тебя будет прям совсем активная, станет, да, вот, прям будет подниматься хорошо, пузырей много, возьми прям одну баночку, размашь на этой самой тонким слоем на этой бумаге для выпечки, да, или на силиконовом коврике, вот, я на силиконовом коврике размазываю тоненьким-тоненьким слоем, высушиваешь ее, чтобы она прям хрустела, разбиваешь этим, я показывала в одном из видео последних, посмотри, это самое, закваску я сушила, вот, ее прям вот этим роликом, как у нас, ну, вот эта штука, которая тесто раскатывает, боже мой, вот этой штукой прям разбиваешь ее и в баночку плотно закрыть, чтобы она не, не, это самое, чтобы она, чтобы вода не попадала. Алла, вот так вот и подкармливаю, вот, если я пеку хлеб, вот смотри, вот я ее сейчас выну, да, допустим, если я завтра пеку хлеб, я добавлю сюда 100 миллилитров воды, 100 миллилитров, 100 грамм муки, да, это вот у меня пшеничная закваска, это левито мадро, на винограде я ее делала, вот, завтра я отсюда возьму 50 грамм закваски, добавлю 50 миллилитров воды, 50 грамм белой муки, все, это будет моя пара, остальную я опять подкормлю и сразу ставлю в холодильник, ей не надо давать ни подниматься, ничего, вот, просто подкормила, вот такую же прям холодную и сразу в холодильник, она отлично стоит, она в холодильнике будет медленно-медленно ферментироваться, она подниматься и до следующего раза, это самое, до следующего раза будет нормальная закваска. Если не пользуетесь, вот у меня и пшеничная, и ржаная есть закваска, да, я их чередую периодически, потому что вот такой хлеб, который я пекла, неважно на какой закваске вы его делаете, и на пшеничной можно, и на ржаной, я их периодически, это самое, ну, один раз на одну пеку, другой раз на другую, то есть вот это у меня, допустим, две недели стоит, я сейчас сделаю на ней хлеб и подкормлю заодно, в следующий раз я на ржаной сделаю точно так же, возьму на хлеб и остальную подкормлю, вот, 50 на 50 я делаю, если закваски мало, алла, то добавляю 100 и 100, 100 грамм воды, 100 грамм муки. Жанна, память хорошая у тебя, всех нас помнишь, как ты тренируешься? Никак, я просто помню, у меня же канал, девчонки, всего 4 года, и вот многие же из вас уже 100 лет со мной, я вас просто помню, я одно время записывала всех, кого вот, ну, чтобы не забыть вас, потому что, ну, вы знаете как, вот вы не поверите, девчонки, я смотрю, я вас вижу в комментариях, я прямо, у меня улыбка, вы думаете, я шучу, что вы моя виртуальная семья, это Байгиша, кстати, придумала, говорит, виртуальная семья, действительно, мы как виртуальная семья, я же о многих, ну, знаю уже что-то, у кого-то мама, у кого-то там дочка, у кого-то еще кто-то, ну, как так, я же, ну, как так забыть? Как поставить лайк во время прямого эфира с телефона? Выходим из чата, ставим лайк и заходим обратно в чат. Я не знаю, как, Алла, у меня видно, вот, у меня на экране, я, правда, себя смотрю, потому что я вот читаю ваши комментарии, у меня вот здесь видно, можно лайк самой себе поставить, а у вас не знаю, как, привет, ага, так. Рада вас видеть. А вы сколько лет не заходили на канал? Так, сейчас, одну секундочку. Так, сейчас я вам скажу. Алексей. Забыла, вот кто у меня под ником Алексей. Это Нина или Надя? Забыла. Да потому что вот нечасто заходите, поэтому забыла. Так, ничего не по, не, это самое. Девочка, ой, Леночка, привет, я тебя пропустила, привет, привет. Так, кого я пропустила, девчонки, я со всеми поздоровалась. Да, 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 да. Это я объяснила тем, кто не знает. А, все, поняла, Алла. Так, девчонки, еще вот что хотела сказать. Вот, Алла. Левито Мадре сделала я тоже. Блин, я ее чуть не выбросила. Я, честно сказать, она у меня уже в середине. Я уже думала, ну, не знаю. Боже мой, надо выбросить ее. Ну ее, с ним удохаться. Слушайте, такая прелесть. Вот посмотри, она шикарная закваска получается. Вот уже, честно сказать, я даже не помню, сколько лет. Два или три года ей уже. Вот мы с сыном пользуемся постоянно, периодически делимся. Если там то у него, то у меня не хватает, то еще что-нибудь. Вот мы все пользуемся этой закваской. Так, тут у меня Наталья. Привет, Наташа, очень приятно. Зарима Сохиева, приветик, землячка. Зарима, ты где? Ты дома или ты где-то в другом месте живешь? Аллочка, привет тоже. Новая у меня подписчица Алла. Добро пожаловать, девчонки. Ой, Танюшка пришла. Привет, Таня. Ой, Светик. Привет, привет. Опоздала. Да нет, мы только начали недавно. Привет, девчонки. Всех вас приятно так видеть. Я досматривала твое видео варенье из яблок. Кстати, о, спасибо. Что-то оно мне... Знаете, девчонки, что случилось? Я вам скажу, почему вышло варенье из яблок, а потом прямой эфир. Я вообще путала время. Я почему-то думала, что я эфир назначила на 7 часов по нашему времени. А потом только до меня дошло. Думала, блин, у нас же разница с Москвой. Это значит, получается, 5 мне нужно выходить. Вот что. Залинчик, скажи мне, что в смысле ржаной у тебя никак не получается? Зайди, посмотри, у меня рецепт ржаного хлеба. Ржаной, мне кажется, он вообще получается с полпинка. Чисто ржаной. Не получится никогда большой. Если ты хочешь сделать стопроцентный ржаной хлеб... Мне, кстати, подписчица одна попросила, говорит, вы можете проверить рецепт стопроцентного ржаного хлеба? Я сделала. Он получается тонким. Посмотри, у меня прям фотография есть на этом самом, на экране. Он пористый получается, но он не поднимается. В нем очень мало клейковины, мало вот этого блютена. Поэтому он сильно не поднимается, но он получается очень, знаешь, сильный такой ржаной привкус. Если ты такой любишь, у меня есть рецепт. Если ты такой не любишь, добавь немножечко белого хлеба, белой муки. Кстати, девочки, я миллионы рецептов пересмотрела, но несколько сотен, это точно. И читала, и смотрела, и все. И везде в ржаной хлеб добавляют пшеничную муку. Именно по этой причине, что мало глютена и плохо поднимается ржаной. Посмотри, получится. Я тебе гарантирую, получится. Это не очень сложно. Наталья Овчинникова, здравствуйте. Смотрю вас из Казахстана, из Караганды. Прямо сегодня готовлю хлеб по вашему рецепту. Пока все идет отлично. Меня зовут Наталья. Очень приятно, Наташа. Очень приятно, что у вас все хорошо. Тоже новенькое. Добро пожаловать. Давайте на ты, Наташа. Если хотите, если нет, без проблем. Просто я, знаете как, я привыкла, ну как бы, я очень... Это самое. Атач. Людей очень так близко как бы принимаю, пускаю. Поэтому мне приятно, ну мне как вот семья. Ай, ну кто вот это такая у нас? Алла Ковальчук. Так. Не надо нам таких людей. Да. Людмила Полищук. Добрый вечер, Жанночка. Недавно подписалась на ваш канал, заинтересовалась. Добрый вечер, Людмила. Добро пожаловать. Я надеюсь, вам понравится. И надеюсь, вы останетесь. Вот. Вчера пекла. Нет, тонкий. Тонкий именно поэтому зали, потому что не поднимется, не будет. Думала, ржаную закваску просто с белой мукой. Ну хоть запашок. Да, делай. Ты знаешь как? Возьми ржаную закваску и просто ее подкорми белой мукой, если ты на закваске делаешь. И у тебя вот этот стартер, да, сам хорошо, она у тебя хорошо поднимется. Потом, когда ты замешиваешь тесто, вот я как делаю, я добавляю стакан сразу, стакан белой муки добавляю, а потом уже все остальное по рецепту, там сколько у меня там по граммам получается, да, там 500, 600, 700, сколько угодно, да. Там просто добавляю стакан, в одном стакане примерно получается 160 грамм. А все остальное можно делать любые добавки. И можешь полбяную муку, и можешь отруби добавить, сможешь все, что хочешь. Но белую муку добавляй обязательно в ржаной хлеб. Если тебе не принципиально, то есть если ты там не соблюдаешь там строгую безглютеновую диету и все такое, то тогда добавляй, у тебя получится шикарный хлеб. Вот Танечка пришла. Привет, Тань. Вот Таня у нас шикарный хлеб печет, но всегда, Тань, да, скажи, мы всегда добавляем белый хлеб. Привет, Регина. Приветики, приветики, как рада тебя видеть. Вот у меня даже фотография есть. А, кстати, Регина, у меня твоя фотография есть, да, я иногда, когда пролистываю, так смотрю, ой, вот, так приятно тебя видеть. Хорошо, Наташа, очень приятно, Наташа, буду рада всегда вас видеть тогда в комментариях. Вот. Ну что, и еще кому хотела ответить? Белочка, я ответила на твой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, Бела, что ты меня еще спрашивала? Про закваску ты меня спросила, я тебе ответила на вопрос, да? Все понятно же, да? Да, и еще у меня новая подписчица есть из Польши. Все. Забыла этот. Забыла. Все сначала. Не знаю, как вас зовут, да, из Польши. Все сначала. Не поняла, Александр Владимирович, я не поняла, что вы там сказали. Ну, знаете как, у меня не политический канал. У каждого из нас свое мнение, и мы взрослые люди, мы прекрасно все понимаем, прекрасно знаем, и у нас свое мнение. Но мой канал не политический. Не надо обсуждать. Кто хочет обсуждать политику, пожалуйста, для этого миллион каналов на ютюбе, обсуждать и там. Здесь мы разговариваем про доброту, мир во всем мире, про хлеб и про все вот такое. Вот. Так. Все сначала. Да. Вот новая подписчица у меня... Наташа, восемь месяцев не было эфира. Восемь месяцев. Это спамщик Александр. Я у этого спамщика просто ответил Али Ковальчук. Не надо никому отвечать, я сама разберусь. Пожалуйста, спокойно ведите себя у меня на канале. Еще раз повторюсь, для тех, кто не слышал, на канале два правила всего лишь. Нет у меня модератов Регина, надо назначить. Вот. Два правила. Взаимоуважение и взаимопонимание. Взаимоуважение и взаимопонимание. Без всяких оскорблений, без всяких глупостей. Не надо тинейджеров мне здесь, которые там пишут всякие глупости. Знаете, у нас канал для взрослых. Для взрослых по развитию. Я не имею в виду для взрослых там старушек, да, не по возрасту, а для взрослых, ну, соображающих людей. Мы без политики. Для политики и так достаточно места в нашей жизни. Кому нужно говорить про политику, в другом месте, пожалуйста. Вот. Регина, в следующем я тебе назначу по этому. Да, вот. Никак не отвечу вот этой женщине или девушке все сначала. Попросила меня прислать ей кастрюлю такую. Боже мой. Да я бы с удовольствием вам купила ее и прислала. Вы понимаете, это чугунная. Она килограммов, наверное, пять или шесть весит. Она же огромная, она тяжеленная. Я ее пока, она говорит, я вам оплачу и все. Во-первых, ее сюда в Ирландию привезти, да, это с Амазона заказать. Это будет бешеные деньги. Они дорогие, кстати, эти кастрюли. Вот именно такая, как у меня. Мы за нее платили, я даже не помню, 90, может быть, евро. Она нам обошлась доставкой. А вот эта вот кастрюлька, смотрите, а вот эта вот она сейчас подорожала тоже. По-моему, около 35, что ли, ну пусть 40 даже евро. Но считайте, в два раза дешевле. Да, в Азии и в Лидол они бывают, вот эти кастрюльки. Вот купите вот такую, то же самое, точно такое же. Ну так я вам ее сюда, пока она приедет, да потом еще отсюда ее в Польшу отправить. Вы что, это вам она золотая обойдется. Кастрюля, никакого хлеба не захочешь. А так мне не трудно, ради Бога. Если хотите, пожалуйста. Вот. Ну что еще, девчонки, спрашивайте. Да, Регина, это для хлеба, для выпечки. Я просто, меня спрашивали. Этой вашей новой кастрюли. В новой кастрюле у меня диаметр, вот у меня, кстати, нету с собой, она у меня в гараже лежит. Я вам сейчас скажу. Сейчас я вот эту померю, и она, наверное, дно у нее такое же. Ой-ой-ой, сейчас я померю, девчонки, и скажу. Благоза надо одеть. Так, она у меня диаметром, наверное, 22 сантиметра. Так, а вот эта вот чуть меньше. Ну, она, видите, вот эта какая, она у нее дно поменьше, а вот это самое, вот здесь 22, а вот здесь, наверное, 20 всего лишь по дну. Вот. Дать нагреться стартеру. Смотри, еще одно уточнение. Для подкормки можно сразу подкормить или дать нагреться стартер. Нет, сразу подкармливай, Бел, сразу подкармливай. То есть вот если ты взялась в хлеб, вот смотри, если я сейчас буду печь хлеб, я сразу вот из холодной, холодный стартер возьму, теплой водички добавлю и муки добавлю, все, вот 50 грамм стартера, 50 грамм воды, 50 грамм муки. И оно у меня стоит, активируется. А вот эту холодную я прям сразу подкормлю и сразу холодную же обратно в холодильник. Просто перемешаю и в холодильник. Не надо, чтобы она стояла, ничего не нужно. Просто положила в холодильник и все дела. Спасибо, что поддерживаете Украину. Спасибо большое. Вам тоже. Всем привет. Привет, Оля, приветик, приветик, приветик. Керамические легче. Намного легче. Но в них, знаешь как, керамические не держат так тепло. Вот их же нужно сильно-сильно нагревать. И они не держат сильно тепло. Знаешь, все-таки чугунная, не обязательно даже, чтобы она внутри была вот такая вот, как это называется, белая. Да, вот есть просто обыкновенные чугунные темные кастрюли. Можно и в такой кастрюле выпекать. Главное, чтобы она была толстостенная. У меня, кстати, знаете, что подружка ирландка, она выпекала в обыкновенной кастрюле. Но она прям ставила туда тесто, оно у нее там растаивалось, и она выпекала хлеб. Но хлеб был другой, конечно, не такой, как этот самый. Вот не на закваске, а другой, ну, короче, не помню точно. Но факт то, что она говорит, что я его просто в кастрюле выпекаю. Так что бывает и так вот. Есть керамический клос. Регина, а что такое? Я не знаю такое. Это 22 сантиметра. Тоже 2. А банетон у меня, у меня 2. Банетон у меня, сейчас тебе тоже скажу. И рецепт на 500 грамм, да, помещается. Смотри, вот у меня 2 банетона, да, вот этим я пользуюсь. И у него диаметр, я, по-моему, под этим, под рецептом писала, да, 22 сантиметра. Вот у этого 22 сантиметра маленьким я пользуюсь, да, но он видишь, какой формы. То есть вот здесь, наверное, вообще, я даже не знаю, сколько тут, почти скажу. Ну, ты понимаешь, да, что это вообще тут, сука, даже 15, нет, 13 сантиметров по низу. Вот этим я пользовалась когда-то один раз. Слишком большой получается хлеб для моей кастрюли. Здесь 25 сантиметров поверху. То есть она, ну, как, смотри. Вот, смотрите, есть разница, да? Так не скажешь прям сильно, но есть разница. Вот это 22 сантиметра. Вообще, даже если кастрюля у тебя чуть больше, все равно вот это вот удобнее, маленькое. Тесто сильно не поднимается. На 500 грамм муки вот эта вот форма отлично просто подходит, вот этот 22 сантиметра. Еще раз повторяю. На другие каналы со своими лозунгами, пожалуйста. Так, это как перевернутый казанок. То есть, а, плоская база, колпак, сруч. А, видела, да, такой, слушай, точно видела я. Многие ребята пользуются этим. Мы тоже хотели такой купить, но ее вот поднимать одной рукой тяжело. Да, слушай, удобная тоже штука. Ну, вот мы решили, кастрюля удобнее. Вот мы купили кастрюлю. Ну, ты же видела, да, Регина? Вот у нее нету вот этой штуки. И вот низ просто вот так ставишь и вот так выпекаем. Специально купили такую кастрюльку для выпечки хлеба. Вот. Так, ну, что вам еще, девчонки, рассказать? Вроде как все. Ответила на все вопросы. Да? Что хотела вам еще сказать? Ну, все, наверное. Это Эмили Хенри, я видела на Амазоне. Я не знала, как он называется. То есть видела такие. Кстати, знаете, вот, девочки, кто говорит на английском, да, и печет хлеб. Есть такой шикарный канал. Называется он... Сейчас вам скажу. Сейчас вам скажу, как называется, потому что... Кулинарный эксплорейшн. Кулинари эксплорейшн. Сто с чем-то подписчиков всего у парня, но у него столько полезностей про хлеб, да, у него выпечка, выпечка, выпечка. Вот если зайдете, кулинарный эксплорейшн, у него последний, вообще, вот я смотрю, шорт, 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 он рассказывает только про короткий, да, короткий, вот как на вопросы отвечает. Вообще, обалденно, столько всего интересного я у него подчеркнула. Вот так что советую. У меня, да, он так и зовется, не читаю пока. Не знала, что это называется. Аби не покажется? Сейчас покажу тебе ее. Вон она лежит. Вон она лежит у меня за спиной. Знаете, сколько стоит вот специальная эта кастрюля для выпечки хлеба? Вот это вот Dutch oven он называется. На английском мы его называем Dutch oven. Девчонки, он стоит где-то 500 евро. Вот это обыкновенная вот такая, правда, прямоугольная даже. Ну, не прямоугольная, а овальная такая форма с овальной крышкой. У меня, когда сын начал смотреть, ему так сильно хотелось этот, ну, он когда начал хлеб печь, ему очень сильно хотелось. Он говорит, мам, давай себе купим. Я говорю, слушай, угомонись. 500 там, а не за 500, 580 евро. Ну, обычная такая же, как бы, ну, как гусятница, да, точно. Точно, Залина. Но она не гусятница, она именно для выпечки хлеба. То есть вот это дно и вот вверх вот как бы наоборот вот так оно накрывается. Точно, Лена, неважно. Главное, чтобы была чугунная посуда. Вот если меня спросить, например, мне главное это самое. Мне главное, чтобы была чугунная кастрюля, чтобы она хорошо держала тепло. Я, кстати, смотрела вот одного парня тоже, да, ну, честно скажу, девчонки, я смотрю профессиональных поваров, да, вот, если что-то касается вот таких вот серьезных дел, да, там, выпечка, что-то такое, да. Я смотрю профессиональных ребят, потому что я иногда вот видео сохраняю из-за одной фразы. Вот он сказал, что, попробовал парень, да, я его смотрела, он попробовал несколько, несколько, один и тот же рецепт попробовал при разной температуре выпекать. И смотрел, при какой температуре получается идеальный хлеб. То есть вот он раскрывается хорошо, гребешок хороший получается. И вот из-за этой фразы одной, да, я сохраняла его рецепт. Думала, вот он сказал, при 200, столько-то градусов получается прям идеальный хлеб. Понимаете как? Вот, поэтому нужно, конечно, смотреть. Здравствуйте, а стеклянный не пойдет? Еще про закваску пытаюсь по вашему видео вывести, но на пятый день у вас было много пузырьков, а у меня немного. Второй раз можно выкидывать и заново. Нет, не выкидывайте, Яна, не выкидывайте. Продолжайте подкармливать. Значит, смотрите как, очень многие делят закваску пополам. Вот если у вас, ну на пятый день, по идее, должно быть много пузырьков уже, да, значит, смотрите, что сделаете. Разделите пополам, не выбрасывайте. Если только она не пахнет плохо, да, она должна плохо пахнуть примерно на второй день, максимум на третий. Когда еще мало дрожжей и начинают размножаться бактерии, вот тогда она пахнет плохо. Потом вы ее опять подкармливаете и дрожжи начинают размножаться, они вот эти бактерии уничтожают. И тогда потихонечку начинает появляться вот такой хороший запах хлеба. На пятый день, конечно, должно быть пузырьков. Разделите пополам, вот сейчас свою закваску, да, на половинке вы можете, единственное, что сделать, это блинчики, да, блинчики, оладьи, что-нибудь вот такое. А вторую половиночку под, это самое, подкармливать, продолжайте подкармливать, будет нормально. Светик, домой собираюсь, точно даже тебе не могу сказать, вот чуть-чуть сезон отпускной пройдет, и сразу буду искать, и сразу буду искать этот самый билет. Билеты сейчас стоят сумасшедшие деньги, поэтому пока даже не подумаю, пока даже нет. Короче, у меня сейчас в Осетию ехать, девчонки, это, в общем, этот. Вот, еще про выпечку хлеба видела на канале о Регине. Ты знаешь, Регина, не смотрю, вот очень многие говорят, вот почему-то я ее, не это самое, я ее посмотрела пару раз, но как бы у меня нет времени вот так просто смотреть. У нее очень интересные, видимо, эти болталки такие вот, я смотрю, она много там рассказывает, интересно все это, а вот конкретно хлеб я у нее не смотрела. Я же говорю, я смотрю то, что, вот то, что, ну, профессиональных в основном я смотрю этих поваров. Много, кстати, очень много этих ребят, шикарно пекут. Ну, в общем, если кому-то интересно, я могу сказать, кого я конкретно смотрю. Вот, есть видео где-то выводила, Левитома? Да, конечно, Аллочка, есть, есть, знаешь, есть этот плейлист, он называется «Рецепты домашнего хлеба». Вот там у меня и хлеб, и закваска там тоже есть. Посмотри, пожалуйста, может быть, тебе понравится. Не слушай там, я уже там, по-моему, на второй, на третий день сказала, все, выброшу ее, и все. Нет, не выбросила, получилось отлично. Зарея Масохева, я в Осетии, в городе Беслан. Первый раз сюда в Беслан летим, там такой шикарный аэропорт построили. Первый раз попала на твой канал, моя девочка печет хлеб, поэтому заинтересовалась. Оказалось еще с отечественной, чемоченной. Я тоже очень, мне очень бывает приятно видеть земляков. Ираида, Жанна, очень нравятся твои походы по магазинам. А дочка понимает русский язык? Да, конечно, понимает. Не, не, понимает, ей было 11, 10 лет, ей было почти 11, когда она приехала. Да, она понимает и писать даже может. Ну, правда, уже не так хорошо, но умеет. И старший сын понимает. У меня и Аланчик понимает даже по-русски. Так смешно. А что такое симпатичное в стиле ретро? Как кружка с двумя ручками, не сосник и не сливочник. Нет, Эрика, это приветик. Это это самое. Это горшок для цветов, который я использую. Я в нем прячу конфетки Аталанчика. Это вот такая антикварная или винтажная, винтажный горшок орландский. И в нем у меня, видите, лолипопс спрятанный. Петушок советский и вот такие вот конфетки для Аланчика прячу. Но он, правда, уже знает, что они здесь. У меня там раньше стояли эти лопаточки, такие половиночки, вот такие стояли. Алла, действительно, очень много с Левитом Ады. Да, много, спасибо. Нашли тайник, да-да-да. Он уже знает, что это там. Так, Заримочки ответила. Девчонки, никого не пропустила? Я, честно сказать, вот не очень смотрю, только, знаете, как вот в поддержку канала. Я, кстати, Наташу с удовольствием смотрю, Регина, Наталью Карпентина тоже с удовольствием смотрю. У нее тоже вот болталки, но у нее как-то много практических советов. Она, когда что-то рассказывает, она всегда дает какие-то практические советы. Вот это вот мне очень нравятся такие каналы. Как ваша подружка, что замужем за лоером? Не знаю, Алена, не знаю. Лена, не знаю, давно не видела. Не знаю, я надеюсь, что у нее все хорошо. Его надо в Осетию с собой. Не знаю, как посмотрим, как мама. Ну, сейчас же, во-первых, сейчас это все проблематично. Ему же виза нужна будет. И маме его тоже виза нужна будет, поскольку она местная. Им нужна виза в Россию. Вот, а так он понимает по-русски. Причем он так смешной, девчонки. Знаете, как разговаривает. Он приходит, да? Если мама здесь, значит, вот он с ней будет разговаривать, достает что-нибудь, говорит, держит что-нибудь, игрушку, да, спрашивая его. Если она его спрашивает на английском, что это у тебя, он ей может сказать, допустим, там, синяя блука, может сказать по-английски. Если она его по-ирландски спрашивает, он ей по-ирландски ответит. А если я его спрашиваю, говорю, Аланчик, что это у тебя? Он говорит, машинка. Я говорю, а какая машинка? Может сказать на английском сразу blue. Я говорю, какая? Как будто я не поняла. Он говорит, синяя. То есть понимаете, как он даже понимает, с кем, на каком языке надо разговаривать. Жук такой. Его надо в Осетию с собой. Да я бы с удовольствием, да. Так, всем я ответила, девчата. Это я присматриваю, что легче по весу. Я не знаю, я вот тебе не могу сказать. Может быть, вполне возможно, Регина, что можно и в тех, кто полегче, в них тоже можно. Привет, Елена, я в прямом эфире. Девочка пришла моя. Вот и это самое. И... Что я говорила-то? Не хочешь поздороваться? Застеснялась. Короче говоря, вот так вот. У нас вот такие дела сейчас. Я смотрю, чтобы не пропустить никого. Единешечка, рыбка по гороскопу. Мы земные знаки. Нам нужно чуть-чуть обеззарять. Да-да-да, вот, Тань, вот не поверишь. Очень приятно. Какой у нее дом красивый. Я как-то начала ее смотреть, да. И причем я почему-то, наверное, пропустила ее передние, вот, первые видео, где вот она, наверное, подробно рассказывала. Насколько я понимаю, она продает хлеб или закваску, или опи продает. Вот я так поняла. Но я только видела, как она вот печет. Я не видела сам процесс, вот, как она все это делает. Я уже просто видела, как она показывает вот там свой дом. Ну, я знаю, что они переехали, но я уже все, не смотрю. Потому что, как бы, меня, знаете, что заинтересовало? Мне кто-то сказал, что они переехали в другой штат из-за того, что вот эти вот, ну, напрягают детей в плане гендерных. Не ее детей конкретно, а вообще вот в каком-то штате там что-то у них такие гендерные какие-то эти, уже очень давление сильное. И вот поэтому они переехали. Может быть, я ошибаюсь. Не ловите меня, пожалуйста, на слове, но, может быть, я ошибаюсь. Но у меня почему-то такое впечатление сложилось. Вот. У меня внучка в прошлый выходной первый раз попробовала русский дефир. За уши было дня тащить. Ой, вы знаете, Лен, слушай, они любят, у меня Аланчик так пироги любит. Он и соленья любит, и пироги любит. Он, знаете, приходит, его спрашиваешь, говоришь, Аланчик, что будешь кушать? Говорит, бабу и пицца. Я говорю, ну, нету бабу и пицца. Тогда панкейк, блинчики, говорит, тогда мне сделай. А какое значение слова амонд? Можно договоренность. Наташа, слово амонд на синском языке означает, ну, вот так обобщенно счастье. Счастье, удача, ну, успех. Ну, вот такое слово. Знаете, у нас говорят, даже на свадьбу желают амондчину, говорят счастья, всего самого хорошего. Генетическая память. Да, они переехали из-за детей. Да, все верно. Ну, да, значит, я не ошиблась, потому что я вот где-то в каком-то видео так услышала, но... Спасибо большое. Печь сегодня не буду, только подкормлю. Наверное, лучше все же немножко снять, а потом столько же добавить. Извини за лишние вопросы, мой первый опыт. Бела, вообще никаких извинений. Спрашиваю, с удовольствием отвечу. Вот, единственное, вот послушай, как я вот доделаю, да. Вот я вечером вынимаю из холодильника холодную закваску. Вот эту закваску я сейчас туда положу 100 миллилитров воды и 100 грамм муки белой, да. Это у меня белая закваска, пшеничная. Все хорошенечко размешаю и оставлю на кухне. Утром я отсюда возьму 50 грамм закваски, добавлю 50 миллилитров воды, 50 грамм белой муки и начну печь хлеб. Вот это уже будет моя готовая закваска. Вот эти 50 грамм, которые я вытащу и подкормлю, я уже положу сразу в чашу от миксера. Вот там прямо замешу, потом туда добавлю воды, муки, соли и буду замешивать тесто. А вот это завтра опять подкормлю и сразу поставлю в холодильник. Но это потому, что я буду печь хлеб. Если бы я не пекла на них хлеб, вот я вытащила из холодильника, подкормлю и сразу в холодильник поставлю. Поняла? Вот так вот. Так что, ну, все просто, все очень просто. Здорово разговаривать на трех языках. Мои только знают привет и пока на русском. Ну, знаешь, как Ираида, он маленький еще, он тоже знает мало слов. Он как бы, ну, цвета там знает, еще очень, как-то эти, машинка, Аби. Аби говорит, нельзя кусять, алантика, фуд. Ну, половина на русском, половина на английском. Надо кушать доксфуд. Вот так говорит, ей рассказывает. Ну, в общем, может, с возраста. Скоро вот чем выучатся. Надеюсь. Вот. Около 46 человек буду печь. Так, все верно. Да, переехали из детей. Генетическая память. Да, вот я, я кто-то, девчонки, ну, моя, мои девчонки тоже, кто-то ее смотрит и сказали, слушай, представляешь, вот настолько там напряжение. И я вот посмотрела ее, немножко посмотрела, но я, честно сказать, даже дом ее не посмотрела. Знаю, что они переехали в новый дом уже, вот. И я даже еще дом не видела ничего. Ну, посмотрю, посмотрю. Она как-то, знаете, как вот и почему-то вот, вот правильно Таня сказала, не очень мне заходят вот эти вот, знаете, где много вот разговоров. Я, кстати, одно время подсела на корейских блогеров, смотрела из Северной, Южной Кореи, короче, Южной Кореи, да, вот корейских блогеров. Некоторые из них из Америки или в Америке у них регистрация была. Но там без слов, просто они показывают этот самый, показывают, что-то они делают, да, вот рутина убирают там или еще что-то. Вот эти, знаешь, знаете, короче, ну поняли, да, которые видео, которые просто смотришь, вот этим. Ну, я посмотрела, но это же нужно постоянно смотреть, знаете, как это нужно, это не то, что ты вот, допустим, что-то делаешь и слушаешь. Надо постоянно смотреть, что они делают. Вот, и как-то посмотрела немножко, потом думаю, ну все. А сейчас я, кстати, девчонки, перешла на это, на аудиокниги, я вот своим девчонкам постоянно скидываю тоже, слушайте книжки, аудиокниги, слушайте, какая приятная вещь, как это все здорово придумали, я утром еду на работу и с работы еду, я слушаю книжки, когда готовлю, тоже слушаю книги, раньше фильмы всегда смотрела, сейчас книги слушаю. Какая у нас погода? Лена, у нас все стабильно, у нас дождь, ветер, холод. У корейских блогеров четко и быстро, мне иногда нравится, да вот мне очень нравилось, что у них, знаешь как, без музыки и без слов, то есть вот они что-то делают, и вот этот вот натуральные шумы, да, они как бы, да, ну нужно осмотреть, вот она, допустим, готовит, она не рассказывает, она просто готовит что-то, делает, это нужно посмотреть, убирает то же самое. Галечка, Галя, это ты? У меня два, кстати, блогера, два времена года, Галь, это ты? Вот, еще есть времена года, но там, по-моему, другое, это самое, давненько не было стрима, 8 месяцев, 8 месяцев не было стрима, не могла сидеть я, девчонки, у меня так спина болела, я не могла сидеть, я не могла сидеть и наклоняться, все остальное я могла сделать, то есть я могла лежать совершенно вот так плоско на полу или могла стоять и ходить. У корейцев сложно смотреть, нужно параллельно читать титры. Да, вот, Регина, я посмотрела чуть-чуть, но, ну как бы, знаешь, одно время было, вот как-то смотришь, ну, не пошло, не зашло. Какие книги слушаешь? Слушаю очень много книг по саморазвитию, девчонки, у меня, я не знаю, если кому-то вот это, кто-то в это не верит, кстати, мы об этом сейчас поговорим, я очень много слушаю книг по, да, это я, привет, в понедельник ты работаешь, напишу, не работаю, Галь, напиши, пожалуйста, я уже соскучилась, давно с тобой не общалась, напиши, пожалуйста, да, не работаю. Вот, привет, Светлана, привет, привет, вот, я слушаю очень много книг по саморазвитию, послушайте, они, кстати, есть и на английском языке, есть и на русском языке, я слушаю Боб Проктер, я очень его люблю, и очень много таких, знаете, ну, короче говоря, по улучшению настроения, позитивное такое мышление, вот это все. Кстати, девчонки, кто-нибудь из вас слышал, девчонки, мальчики, если есть мальчики, кто-нибудь из вас слышал про Черниговскую Татьяну Владимировну, я давно когда-то, когда-то слушала ее лекции, потом перестала, а потом Ира моя мне говорит, Жанна, а ты вот почему не слушаешь? И я, кстати, опять подсела на ее лекции, это, она знаете кто, она нейролингвист, она профессор биологических наук, в общем, женщина умнейшая, да, Оля, умнейшая женщина. Слушайте, девчонки, вот, кстати, кто из вас верит, что мысль материальна, поставьте мне крестик, пожалуйста, в чате, что мы притягиваем то, кто верит, что мы притягиваем то, о чем мы думаем. Просто поставьте крестик, чтобы я видела, что мы с вами на одной волне или нет. Вот я ее сегодня даже слушала утром, да, и она привела такой шикарный пример, я вам сейчас расскажу. Вот, 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 во время учебы я психолог. Ой, Регина, это просто что-то, это вот мне кажется, нет, спасибо большое, Галечка, вот, девчонки, значит, мы все с вами на одной волне. Вы знаете, что она спросила, вот она говорит, вот вы, как вы думаете, мысль материальна, ведь очень многие не верят, что мысль материальна. Она привела такой пример, я просто упала, я знаю на сто процентов, девочки, даже еще наоборот, вот, смотрите, почему мы все вместе, девчонки, вот, почему мы все вместе, потому что мы все на одной волне. Вот, знаете, я знаю, это проверено мною лично, что это работает на сто процентов, но она вот привела, знаете, такой пример. Сейчас я тебе отвечу, Белая, сейчас, секундочку. Она говорит, вот смотрите, что с вами произойдет, если вас оскорбят или скажут вам что-то неприятное. Она говорит, это просто ужас же, вы, такое настроение меняется, сразу становится плохое настроение, краснете, пульс там учащается, лицо краснете, потом покрываетесь. А если вам кто-то скажет что-то приятное, скажу я вам что-то приятное, сразу улыбка на лице, там, понимаете, вы расслабляетесь сразу, вам это приятно, настроение повышается. И вот она сказала одну фразу, она говорит, ну ведь это просто слово. Вы понимаете, если слово действует на наш организм вот таким образом, да, что у нас физический, физический ответ происходит, да, то вы представляете, какая сила в этом слове. А ведь в принципе, вот я с вами разговариваю с другого конца света, наверное, да, через экран, вы же не видите, что у меня изо рта слова выпрыгивают, да, вы же не видите, что там, не знаю, красного цвета там что-то там у меня выходит, да, вы ничего не видите, просто слышите. Вы представляете, какая сила в слове. Вот, так что слушаю, слушаю. Черниговскую слушаю я, да, Черниговская Татьяна Васильевна, да, умнейшая женщина. Мысль материальная, однозначно, Эрика, да, работа, девочки, сто процентов, я себе так работу нашла. Вот, спасибо, я пеку обалденнейший белый хлеб, но на дрожжах. Хочу на закваске высокий, пористый, пшеничный, ржаной. Какая пропорция муки? Мне 81, тебе белый нельзя. Теперь и белый, темный буду печь на закваске. Белым, если даже вам нельзя белый хлеб, да, все равно в ржаную муку нужно добавлять немножечко хотя бы. Хотя бы вот 100 грамм добавляйте или хотя бы добавляйте в опару. Но посмотрите, вот посмотрите на канале у меня этот самый плейлист рецепта домашнего хлеба. Там есть и цельнозерновой стопроцентный, и стопроцентно ржаной, и есть ржаной хлеб. Там хорошо указаны пропорции. Я вам вот сейчас не скажу прям на вскидку, да, вот сколько чего, но я всегда в ржаной хлеб добавляю чуть-чуть пшеничной муки. Всегда. Он намного лучше получается, он намного как бы пышнее получается. Вот этот последний хлеб, рецепт последнего хлеба, вот в конце, то, что я вам показывала, вот там 500 грамм ржаной муки. А закваска пшеничная, пшеничную закваску, 50 грамм пшеничной закваски, вот этой вот левита мадры, я добавила 50 грамм воды и 50 грамм белой пшеничной муки. А потом 500 грамм ржаной муки. И хлеб получился, ну, посмотрите, вот какой он получается на разрезе, он получается пористый. Единственное, что его, конечно, нужно выпекать в форме. Вот не в кастрюле, допустим, да, а вот именно в форме прямоугольной, чтобы он лучше поднимался. Когда-нибудь расскажу вам, как я себе работу нашла в материальном муке. Вот, смотрите, девчонки, какие мы все. Ну что, друзья, давайте, наверное, все закругляемся, да, вопросы есть еще какие-нибудь, давайте отвечу. Если повышен сахар, то можно печь на безглютеновой муке. У меня есть хлеб безглютеновый тоже, девчонки. Сейчас, кстати, посмотрю, он у меня, может быть, не в этом, это самое, может быть, я уже не помню, добавляла я его в этот плейлист или нет. Потому что у меня дети, у меня у сына была жуткая аллергия на коже. И он пробовал, они пробовали с женой безглютеновую диету. Я много для них готовила и там делала блинчики, делала там все, и хлеб пекла для них. И получается отлично на безглютеновой муке. Единственное, что туда, Галь, нужно, туда нужна вот эта ксантановая медь. У нее такое название, слушайте, да. Вот так если послушать, думаешь, как будто бы это самое, цианистокалий добавляешь в хлеб. Нет, оно просто, это просто безглютеновый, он, кстати, не вредный, это самое, это не вредное вещество. Оно просто распадается при нагревании и действует как разрыхлитель для хлеба. Поскольку безглютеновая мука, понятно, да, что нет в ней глютена, она никак не может подняться. И получится у вас вот такой плоский, плотный, плоский хлеб. Туда нужно это самое, туда нужно обязательно ксантановую медь. Или разрыхлитель, если вот вам прям, ну, не совсем вот принципиально, что 100% нельзя вам без, это самое, глютен, тогда другое дело, а вот если можно вам глютен, да, но вы старайтесь снизить его количество, то можно и на разрыхлителе делать, и на дрожжах даже. Ну, посмотрите, девчонки, вот у меня много рецептов. Кстати, девочки, вот те, кто со мной давно, вы все знаете. А для новеньких я скажу, что ни один рецепт, ни один рецепт на канал не выходит, если я его не проверила. Ни один. Если не получился рецепт, если не понравился, если там что-то в итоге не получилось неправильно там или нехорошо, да, потому что, ну, вы понимаете, что это самое, что в интернете столько рецептов, да, кто-то может написать так, вот написал рецепт, ну, получится, не получится, это уже ваши проблемы. Ни один рецепт у меня не выходит непроверенным. Вот этот картофельный салат, девчата, знаете, сколько раз я его переделала? Я его, кстати, приготовила для своих девчонок, они у меня в гостях были, приготовила этот картофельный салат. Первый раз сделала вот такую заправку, да, он нам не понравился всем. Девчонки ничего не сказали, Таня и Ира слушают не знаю, вот, ничего не сказали, но я-то вижу, что он нам не понравился, он и мне не понравился. Тогда заправка, она была прям, ну, знаете, как вообще, короче, убила весь вкус. Я его переделала, мне не понравился, ну, заправку, в смысле, переделала. А Санта салат, вкусный картофельный салат, ну, как можно испортить картофельный салат, да? Оказывается, можно с заправкой. Короче, я его переделала, и вот тот рецепт, который вы видите, это уже нормальный, хороший, вкусный картофельный салат. Да, 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 и загадка, как-то отравить можно человеком. Да, я тоже слушаю Черниговскую. Да, Света, я думаю, что это человек, которого нужно слушать. Она очень интересно рассказывает, очень доходчиво. Я вот, кстати, ее лекции слушаю, да, мне иногда сложно слушать, потому что, ну, она, правда, немного употребляет таких вот, как сказать, специфических терминов, но иногда у нее есть. Можно печь, да, на бисквит. Ну, у меня у мужа повышен сахар, и он ест этот хлеб, еще не убила его. Единственное, что, конечно, ну, в модерации, да, понятно, да, что если буханку хлеба за день съесть, то неважно, есть ли это диабет или нет, однозначно это вредно, да? Ну, а если съесть кусочек хлеба, то, конечно, это можно, все можно. Главное, чтобы все было в пределах, ну, этого, знаете, ну, разумного, вот, слова. Ну, все, девчонки, ну что, друзья, что вам еще сказать? А, вот, Бела, что-то меня сейчас что-то спрашивала, да? Нет? Нет. Ну, все, девчонки, все, давайте тогда прощаться. Я всех вас очень рада была видеть. Я надеюсь, что я вас увижу еще скоро в прямом эфире. Постараюсь делать прямой эфир почаще, потому что я сама соскучилась, если честно сказать. Мне всегда приятно с вами пообщаться. Еще раз всем-всем огромное спасибо. Всем, кто со мной очень долго, вам огромная благодарность за то, что вы остаетесь со мной. Всем новым подписчикам тоже спасибо за то, что вы выказали мне такое доверие и подписались, и остаетесь со мной. Не пропадайте, пишите. Я вам ставлю прогулы всем, кто не часто приходит. Шучу, конечно. Ну, все, девчонки, всем пока. Всех вас рада видеть. Всем хорошей рабочей недели. Пока-пока.